Христос Воскресе! Сегодня Святая Церковь празднует последний день Пасхи Христовой. Следующий за ней день это уже Вознесение Господа Иисуса Христа, Помазанника Божия, Мессии на небесах. И так было устроено промыслом Божьим, что этот день все это совпал с празднованием памяти Иоанна Предтечи, который, как Господь сказал тем, кто хотел его слышать, Если хотите принять, то Иоанн Предтеча это и есть Илья. Каждый иудей знал о том, что перед тем, как придет Мессия, Помазанник Божий, Спаситель, Господь Отец Небесный, пошлет в мир Ильи. И вот поэтому Христос и сказал Амбриане вот эти слова, которые многие люди, которые исповедуют всякий оккультизм, всякую эзотерику, И используют для того, чтобы говоря, что вот, даже в действии Евангелия указание на перепоплощение. Вот, некогда жил пророк Илья, а теперь он появился в виде пророка Божия Ильи. На самом деле, конечно, Господь совсем не это хотел сказать. Он говорил о духе и силе Ильи, что Иоанн подобен Илье. А Илья действительно придет, потому что только двое, или, может быть, трое. Это достаточно точно неизвестно. Это есть такая некая тайна, которая откроется в последние времена. Из людей, начиная от Адама, не вкусили смерть Енох, Илья. И еще есть предание о том, что это Иоанн Богослов. Потому что, когда ученики пришли некоторое время спустя к его могиле, она оказалась пуста. А когда они уходили, он еще не умер. Просто попросил положить его в то место. И такой прошел слух среди верующих людей, что Господь, так же, как Илью, его живым взял на небо. Поэтому есть предание о том, что эти три человека, Енох, Илья и Иоанн, придут на землю перед вторым пришествием Мессии. Потому что, наверное, мы все знаем о том, что будет второе славное и одновременно страшное пришествие Христа на землю, в которое вера в это событие составляет один из главных догматов нашей веры. Потому что, когда это произойдет, история земная, она завершится. Мы, конечно, не знаем, когда это будет. Об этом трудно гадать и невозможно. Хотя многие люди на этом как-то стараются спекулировать. Но это совершенно неизвестно. И зависит только от людей, живущих на земле, от состояния их души. И вот Енох должен прийти к язычникам, Илья придет к евреям, а Иоанн Богослов придет к христианам. Вот такое существует предание о том, чтобы еще и еще раз попытаться обратить людей к Богу. Обратить людей к Христу. Потому что Бог для человека непознаваем. Потому что Бог есть Дух. И Бог есть Существо бесконечно, совершенно. А человек и ограничен, и грешен. Поэтому между Богом и человеком слишком большая разница. Несмотря на то, что мы созданы по образу и подобию Пресвятой Троицы, тем не менее разница уж слишком велика. И грех он в сознании помрачает наше. И поэтому, по милости Божией, Господь устроил нам спасение в Иисусе Христе. И вот это самое спасение, оно началось с самого первого грехопадения. Первого человека Адама. От которого мы все произошли. Некоторым людям неприятно это слышать. Но, тем не менее, это абсолютно научный факт. О том, что мы все родственники. И происходим от одной из семейных четы. У нас общие предки. Это Адам и Ева. Несмотря на все наши различия, уже более поздние. Тем не менее, мы все имеем происхождение. А еще изначально, то, что Адама Господь сотворил. Мы все являемся Божьими творениями. И нам, конечно, трудно понять, как Господь имеет такую любовь, что, несмотря на все наши грехи, Он каждого человека, родившегося на земле, продолжает любить и хочет ему спасения. И это спасение Господь начал совершать уже со времен Адама, обещав ему то, что придет Спаситель. И этот Спаситель спасет человека. Как было сказано, семя жены спасет, сотрет голову змея. Это были очень таинственные слова и трудно понимаемые. Как так? Семя жены спасет, сотрет голову змея. Отчасти поэтому, это христиане место толковали как пришествие Христа Спасителя. А иудеи, жившие в ту эпоху в основной своей массе, ненавидели его наусикываемые фарисеями, саддукеями, учителями Израилевыми. Поэтому они это место исправили. И если мы возьмем современный масоретский текст, то там мы этих слов не найдем. А если мы возьмем текст греческий, 70 толковников, которые за 70 лет до пришествия Христа был составлен, мы этих там увидим. Также если мы возьмем кумранские рукописи, которые соответствуют именно этому веку, которые почему-то перестали спубликоваться. Потому что они показывают, что вот тот текст ветвого завета, который имеем сегодня, он в значительной степени исправным. И он не соответствует во многих местах, так называемых мессианских местах, тексту древнему, который содержится и в хумранских рукописах, и в септуагенте. Но церковь по милости Божией, православная, ну и не только православная, даже и католическая, пользуется именно текстом для церковного употребления, именно который имеет свое происхождение от септуагента. Поэтому мы об этом знаем. А как удалось это исправить? Древние тераписчики очень благоговейно относились к священному писанию. Вот как интересно ум в уках. В древнем еврейском языке не существовало гласного кукла. Ну и сейчас не существует. И поэтому есть возможность интерпретировать слово так, чтобы придать ему другой смысл. За счет этого. И иным образом вместо этого слова считать другое. И несколько изменить смысл. Именно для того, чтобы нельзя было это истолковать как указание на пришествие в мир Христа Спасителя. Потому что мы знаем, что в Евангелии все пророчества, которые были о Христе, они исполнились в мельчайших деталях. И поэтому это дало возможность некоторых пророков, вот например пророка Исаию, который сегодня цитировался, называть ветхозаветным евангелистом. Потому что то, что пророк Исаия писал о Христе, это настолько удивительно, что как он за несколько сотен лет как бы видел воочию, как будет это все происходить. Или псалмы тоже великого израильского пророка царя Давида. Некоторые псалмы совершенно образом прямо цитируют то, что будет в будущем, опять же, спустя сотни лет. Какие-то мельчайшие детали вплоть до того, что как Христос будет въезжать в Иерусалим, как одежды будут метать жребий, как будет его неразделен хитон, потому что он был ткан и как бы цельнокройный был. И вот даже такие вроде бы мелочи не имеющие отношения к нашему спасению, а тем не менее они зафиксированы в пророку. Дело в том, что по милости своей Господь делал многие попытки, чтобы спасти людей. Ну, например, всемирный потоп. погибло в потопе человечества. И осталось только благочестивое семейство Ноя, для того, чтобы как бы от этого корня пошло новое человечество. Но уже грех вошел во второе поколение. Мы видим, чем это закончилось. Ну, так и человек может поступать. Например, если на его поле или там саду все деревья поражены какой-то болезнью, а одно здоровое, то вполне можно так поступить. Вырубить и сжечь все, что поражено болезнью, оставить здоровое и попытаться из него вырастить что-то новое, новый сад. Пусть на это время уйдет, но тем не менее. Но и опять не случилось. Поэтому Господь решил прийти на землю сам. И попытался спасти тех, кто захочет. Мне кто удивляется, почему Христос пришел именно к Израилу. для некоторых это камень преткновения. Чем же народ израильский угодил Богу, чтобы он пришел именно к Нему? Да так ничем особенным не угодил. Каждый народ сам по себе и неплох и нехорош. Только было в Израиле одно единственное отличие у остальных других народов. Этот народ он не сам себя создал. А Господь избрал Авраама, который был подобно нам человеком грешным, отличал его только от всех других людей, что он имел веру. очень сильную веру в истинную Бога. Многие его современники эту веру утратили. И вот эту веру Бог вменил Аврааму в праведность и обещал Богу, что то, что в тебе есть, не важно какому ты племени принадлежишь, не важно какого цвета у тебя кожа, какой формы у тебя ногти на ногах. Это не играет никакой ручки. Молодой ли ты старый, лысый, или наоборот заросший волосами, важен только один факт, что у тебя есть вера. И вот это важно. И Господь надеялся, что в потомках Авраама эта вера сохранится. и действительно если читать Ветхий Завет, эта вера это история о том, как сохранялась вера в народе. Как вот эта семья, которая произошла из чресел Авраама, она росла, ширилась, какие там были всякие коллизии, какие отступления, какие грехи, и какие отпадения от Бога, и какие там наказания, страдания, войны, глупости, жестокости, чего там только не было. Все совершенно написано без всяких прикрас. вот как было, так и есть. Потому что речь идет не о том, чтобы приукрасить как-то историю, и кого-то возвеличить, кого-то унизить, а речь идет о том, как вот вера, как некий такой росток живой жизни в отдельных людях, она все время оставалась и сохранялась. И Господь поддерживал. И весь Израиль, он нужен был Богу, как почва, сохраняющая вот этот росток. И этот росток не есть кровь, или язык, или культура, или там еще что-то. Это все можно совершенно с нуля. Это и люди могут сделать вот это совсем нетрудно. На современном уровне можно воспроизвести сейчас что угодно. Если мы захотим, мы построим египетские пирамиды. Можно больше построить. Можно сделать копию с любого шедевра. можно написать любую музыку. И даже компьютер теперь ее может написать. Нет проблем. Представляется программа и он будет писать музыку не хуже Моцарта. И даже специалист скажет да, это Моцарт. Это ничего трудного в этом нет. Но вот вера это уже ее ничем не воспроизвести. вера А для чего нам нужна эта вера? Почему Господь Бог придает этому такую важность? В силу того, что мы люди грешные все, только вера может нам дать возможность опять увидеть Бога так, как его некогда видел Адам. Поэтому принцип по которому Господь пришел к Израилю он заключался не в том, что это был определенный народ в чьих жилах там по четверть капельки оставалась течь и кровь Авраама. Не поэтому. А только потому, что то, о чем собирался сказать Христос, могло найти подзву только среди некоторых людей, в которых оставалась вера Авраама. Почему? Потому что Господь хотел создать церковь. Если нас кто-нибудь ночью разбудит и скажет, ну-ка, быстро отвечай, зачем Христос на землю приходил каждый должен. сквозь так сказать сон, но твердо ответить. Господь пришел на землю, чтобы спасти людей, основав церковь. Церковь это и есть новый Израиль. Новый Израиль, новый народ, который впитал в себя и продолжает впитывать из всего человечества людей, которые способны проявить веру Аврааму. Способны. Вот по этой способности Бог отбирает. А не по крови, не по цвету, не по культуре, не по полу, не по возрасту, а только по одному этому признаку. Вот это вот есть величайшая важность. Но в те времена такие люди могли быть только в Израиле. Потому что все остальные люди, они были язычниками. они вот как вот наши современники. Это очень интересно и просто эту параллель теперь приводить. То, что вот мы живем на территории когда-то просто забитую храмами, иконами. Там чего только не было. С точки зрения такой христианской это вообще была удивительнейшая страна. Иностранцы приезжая в 17 веке в Россию, уже так сказать, подъезжая к Москве, у них отвисала челюсть и больше она уже не закрывалась. До тех пор, пока они не уедут к себе на родину, совершенно ошеломленные. Потому что они смотрят на город и видят одни только храмы. То есть храмы везде. Вот если мы приедем в Севастополь, там есть такой маленький греческий город Херсонанс. И этот маленький город, он занимает квадратный километр, что ли. И на этом квадратном километре там более 20 церквей. Их прям видно. А здесь в Москве было еще больше. И когда наступал праздник, отдание Пасхи. Весь город, ну кроме лежачих больных, собирался в храм. То есть все люди. И была уставная служба по 6 часов. И все молятся. И как один путешественник писал, и царь с ними. То есть от начала до конца все. Сейчас это вообще невозможно себе представить. потому что один для него очень важно что там глобус скажет. Другого там Клинтон для третьего кто там умер. Четвертый там в какую-то ударился кришнаизм. Пятый сатанизм. И там ну не знал чего. А вот такого единства веры. А где-то вот буквально совсем недавно было. Ну подумаешь 300 лет. Это вообще для истории не срок. Вот когда-то здесь была святая Руссия. И что от этого осталось? Да ничего. Маленькая горстка людей, которые ну таким-то образом имеют отношение к христианству. А все это ушло безвозвратно и остается вера только в очень небольшой части. А так для остальных это есть что-то такое далекое умозрительное. Но если веру искать то только конечно здесь. Потому что если вы поедете в какую-нибудь тоже когда-то православную страну которую тоже там просветили те же самые Кирилл и Мефодий все то же самое. Но это хоть Болгария. вы не найдете в Болгарии ни одного храма где бы сегодня утром было бы столько же народу сколько здесь. и не только в отдание пас но даже в праздник Кирилла Мефодия и даже в центральном соборе и не найдете ни в православной Греции ни в православной Сербии а уж про православную Грузию вообще говорить а вообще пусто на Пасху может кто придет свечей наставит пауков таких кто больше почему кто больше у кого денег больше Богом стали давно деньги а не Христос это все что такое фольклорное непонятное это все трудно воспринимаемое что за этим стоит не ясно никому не охота в это вникать поэтому да вот именно поэтому Христос пришел именно к Израилю потому что только в Израиле можно было найти вот этих рабаков галилейских чисто сердцем прямых людей не испорченных трудолюбивых таких ясно с ясным сознанием не рефлексирующим очень таких честных прямых только там их немного оказалось учеников у Христа спасителя при его жизни около 500 человек всего за 3,5 года его пропали а остальные это не представляло для никого у кого торговля у кого там дела проценты там всякие ну как всегда жизнь есть жизнь а он пришел туда потому что там это сохраняем там не было язычества они поклонялись истинному Богу пусть и формально пусть уже давно потеряв и выхолостив сам смысл веры смысл вот для чего она существует она существует чтобы совершить то что мы сейчас совершаем а что мы совершаем пасху песок по-еврейски это значит переход а куда мы должны перейти мы должны перейти в вечную жизнь господь нас зовет мы должны перейти в вечную жизнь мы должны начать жить по-другому царство божие должно войти внутрь нас мы этому должны учиться мы должны этому следовать и этот путь проложил Христос а перед ним пришел предтичер Иоанн великий и последний пророк Израиля великий и последний и Господь о нем сказал что среди рожденных женами не было больше чем Иоанн предтичер и действительно поэтому всегда в Божий а справа Иоанна пророка крестителя Господня Иоанна это был удивительный чистейший и святейший человек который жизнь свою отдал за Христа он должен был подготовить Израиль к тому что придет Мессия по человечеству они были родственники троюродными братьями Христос Иоанн предтич и Иоанн предтич родился как мы знаем на полгода раньше чем Христос а почему так Господь устроил зачем нужна была эта подготовка ну всегда прежде чем сеять семя чтобы оно взошло нужно взрыхлить почву а чем взрыхлить только покаяние вообще все пророки Израиля они призывали народ к покаянию в них говорил Дух Божий они очень страдали от того что вокруг безбожный народ они плакали о своем народе они хотели вернуть его они хотели к Богу они хотели чтобы каждый человек так же веровал как и они веруют но как пророк Исаия сказал и тут Иар любимый ученик Христов цитирует потому не могли они веровать что как еще сказал Исаия народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их сие сказал Исаия когда видел славу Божию и говорил о нем то есть Исаия говоря это тоже понимал и каждый из нас кто когда-то пытался кого-то и сейчас может быть некоторые пытаются привести к вере что-то человеку объяснить рассказать когда поделиться тем что мы сами испытываем веру мы натыкаемся на стену как будто действительно сердце окаменело почему наше сердце чувствует а его не чувствует мы ему говорим на него не производит никакого впечатления почему то что мы видим не видят другие от чего это происходит вот от этого окаменения вот окаменение происходит от чего от того что нет вот этого взрыхления поэтому посылает Господь Иоанна Крестителя чтобы он взрыхлил почву покайтесь он говорит приближается царство небес приближается Иоанн это ощущал всем своим пророческим сердцем и вокруг Иоанна собрались люди которые думали о своей жизни которые понимали что они живут неправильно что надо изменить свою жизнь они приходили к нему вот в эту заяталскую пустыню они крестились от него совершали вот этот древний обряд погружения в воду в знак очищения ну это так сказать во многих религиях даже есть такие ритуальные омовения вот понимая конечно что водой душу ты не очистишь только тело эпителии только а это есть некий символ того что должно за этим стоять и у Иоанна появились ученики и некоторые из этих учеников потом стали учениками Христа Спасителя они были подготовлены подготовлены покаянием и вообще духовная жизнь ее можно рассматривать именно как ступени покаяния потому что всякое исправление жизни в соответствии с заповедями Божьими это есть покаяние и как только человек в чем-то исправляется он приближается этим к Богу он как бы прозревает на эту часть а сердце его каменное умельчается вот любого взять в автобус я сейчас проехал берем любого человека оттуда из автобуса шофера или какого-то сидящего рядом с билетной кассой и вот говорим вот знаешь что существуют вот такие заповеди Божьи ты можешь честно вот мы не спрашиваем тебя ни номер паспорта ни имени ни фамилии вот чем ты согрешаешь в своей жизни против этих заповедей он скажет вот тем-то и тем-то давай сделаем так что ты вот этого делать не будешь Божьим и вот если он скажет ну давайте попробуем если он сумеет это сделать то тогда он уверует в Бог почему а он его увидит потому что вера это видение это будет уже начало этого перехода начало потому что вот двигаться навстречу Богу можно только через покаяние а покаяние это изменение жизни вот это и есть шествие но это шествие понятно оно внутреннее это не не как Израиль бежал от фараона через чермное море а потом 40 лет блуждал по пустыне это есть это исторический конечно факт но это есть символ так вот человек должен бежать от сатаны через святое крещение и проходить испытания как народ проходил испытания в пустыне и в течение всей жизни потому что все то что греховно должно в нас пока мы живем здесь на земле отмереть чтобы осталось только чистое потому что только чистое может войти в землю обетованную потому что когда господь Аврааму говорил о земле обетованной он конечно не хана имел ввиду потому что какая разница где жить в Лос-Анджелесе или в Антарктиде это не играет никакой роль как некоторые страдают где меня похоронят на Леонозовском или на Домодедовском земля-то круглая какая разница она крутится солнце одинаково светит на все части что тебе до этого где закопают твое несчастное больное старое тело а играет только одно что там в душе с чем она пойдет к Богу увидит ли она будет ли эта встреча произойдет ли вот эта пасха вот этот переход в вечную жизнь вот для чего все это затея вот для чего Христос приходил вот для чего он проповедовал вот для чего апостолы прошли по всей вселенной вот для чего вся земля покрылась храмами Божьими вот для чего вот смысл вообще всей исторической действительности только перейти в жизнь вечную а то что на земле связано с грехом как некий мусор все подлежит как сам Христос сказал геене огненной что такое геена огненная это была такая помойка на краю Иерусалима свалка куда люди сбрасывали всякую ненужную дрель и естественно там возникали пожары и у нас сейчас вот если мы пойдем на Долгопрудинскую помойку мы обязательно увидим что там в дыму все горит то что солнце хоть не такое как в Израиле там сейчас 45 градусов тепла там еще сильнее горит но это и здесь горит это сжигается вот этот мусор а он иногда сам воспламеняется то что бросает что не похуде самого вот это все должно сгореть не буквально конечно а в таком в духовном смысле поэтому всех нас Господь собрал в церковь таких вот разных но только по одному признаку единственное что нас объединяет это то что в один прекрасный момент каждый из нас увидел в этом смысл увидел не очами которыми вот мы пользуемся читая книги там которые лечил Федоров там а другими глазами глазами сердца глазами веры мы это различили среди прочих очень смутно конечно но тем не менее довольно твердо это понуждает нас и в храм можно приходить и молиться пытаться и что-то с собой делать и так далее вот и это делание это есть вот это поэтому пока мы это совершаем мы являемся как Христос назвал одного из своих учеников подлинный израильтян а подлинный израильтян это тот в котором нет лукавства а так просто израильтян можно из кирпичей понадел как Христос сказал я из камней могу сделать детей Авраамов поэтому не составляет для него никакого труда что он однажды уже слепил Адама из ребра его создал Еву что для Бога составляет сделать кого угодно так и каждому из нас некому это сделать поэтому мы должны вот постараться научиться воспринимать вот этот дар веры который у нас есть как величайшую драгоценность как величайший дар от самого Бога и как знак избрания потому что в этом смысле в духовном мы являемся Бога избранным народом потому избрание это заключается в наличии в нас веры не в наличии ума образования денег или каких-то еще талантов это все умрет вместе с нашим телом можем только на могилу ходить на новодевичий вот здесь великий пианист лежит ну-ка сыграй-ка что-нибудь это все было осталось только на пленках он уже ничего не может своими костями сыграть это никого уже в духовном плане не интересует а вот то что содержалось в ее сердце с точки зрения веры это все встречается с Богом остальное все мусор и подвижит гиии немоглины вот поэтому это и самая важная драгоценная наша часть нашей жизни поэтому и мы к этому должны тоже мы должны вот жить таким образом чтобы это было на престоле нашего сердца на самой главной важной его части а остальное все хоть тоже важно церковь совсем не отрицает ни искусство ни музыку ни науку ни литературу ни труды ни семейную жизнь так сказать ни какие-то там географические открытия нет 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 просто должно быть иерархия вот что первостепенно а что второе и вот если у нас это не соответствует замыслу Божию то мы должны вернуть это в соответствие и вот это возвращение это и есть покаяние изменение своей жизни в соответствии с замыслом Божьим это и значит покориться воле Божьей потому что так Господь хочет и Он на нас надеется потому что Ему надеется только на нас вот представим себе пришел бы на землю сейчас Христос и вообще известно из Притании с кого начнется суд Божий с церкви с церкви вот недавно у нас на нашей Святой Руси был суд Божий с чего он начался с Ленинской Гвардии что ли нет первым стали убивать митрополитов и епископов потом священников потом диаконов потом церковных старост потом певчих а уж потом Троцких Зиновьевых Камениных Егод потом уже их а потом а потом дальше пошло это так сказать опять же можно тоже рассматривать как некую книгу Ветхого Завета о том как это бывает но это все всего лишь репетиции такие для того чтобы каждому показать как это бывает в каждом веке есть свои святые свои антихристы и так далее и так далее свои заблуждающиеся свои даже свои праведники Хрисус куда придет конечно к нам потому что остальные даже и не поймут вообще что случилось вообще не понимают что в мире происходит каждый занимается какой-то специалист один зубы лечит другой булками торгует третий наркотиками колется у каждого своя забота а у нас должна быть своя потому что пока мы существуем существует и этот мир потому что другого смысла у этого мира больше никакого нет только духовный почему потому что духовно это вечно а все материальное оно как ни прискорбно разрушается поэтому вот так очень странно но тем не менее вот на нас таких немощных не очень образованных не очень здоровых на нас лежит мировая ответственность каждый из нас является столпом церкви на котором опирается все все существование мира в его духовную составляющую которая является главной вот видите как это важно мы с вами каждый несмотря на то что мы люди грешные мы являемся сопричастны не только Израилю мы преемники Израиль это не тот который там в Акуте Леонье Иерусалима нет там тоже есть конечно какая-то горсть верующих людей но это все это чисто такое географически историческое название нет это мы Израиль при всех наших недостатках и Господь на нас надеется и мы должны ответить на эту надежду а чем ответить только любовью и благодарностью больше ничем что мы можем принести Богу барана или быка а зачем Богу барана или быка мы должны принести ему только свое сердце чад дай мне свое сердце просит Бог и мы должны отдать свое сердце ему и вот когда произойдет это когда мы целиком сумеем это совершить вот это и есть пас вот это и есть переход в вечную жизнь когда наше сердце созданное Богом но сердце имеется ввиду душа она будет целиком принадлежать Богу значит покаяние совершил поэтому вся жизнь это постепенное передача на себя своей души в руки просьбой Продолжение следует...